всем привет это четкий футбол в формате 4d но мы сегодня на самом деле в формате 3d потому что к сожалению саша дожки сегодня не примет участие в выпуске у него там возникли личные проблемы надеюсь что все наладится и саша уже в следующем выпуске завтра собственно говоря поучаствует мы сегодня порассуждаем о двух первых полуфиналистах как ни крути у нас супер события впереди матч италия испания в лондоне я очень надеюсь что в этот матч никто не пропустит потому что ну это прям столкновение каких-то двух полюсов да еще эти полюса меняются потому что философии италии испании стиле то ли испании тоже поменялись за последние 10 лет вот ну и кроме того сегодня еще состоялась пресс-конференция главного тренера сборной россии станислава черчесова я готовился к матчу я ее не видел только потом посмотрел некоторые видео отрывки но целиком не посмотрел а вот алхазов посмотрел и желает высказаться по поводу пресс-конференции станислава черчесова очень хотел высказаться саня дурский тем более он страдал он на ней в некотором роде присутствовал он задавал вопросы чуть честно пытался добить его выбить из него информацию по той тактике которая лежала на основе этой сборной россии и внятного ответа саня не получил саня причинам не может участвовать в нашем выпуске прошу понять ну и мы с вами вообще ни одного нормального ответа не получили вообще не понял что это было за ахинея и вы я думаю тоже а кстати одно откровение все-таки нашлось черчесов сказал что на этом турнире не хватало куража самоотдачи и не хватало боления потому что задачам очень хорошо болели на их стадионе паркинг в копенгагене и вот это ему помогло тем самым станислав саламович черчесов объяснил нам секрет успеха на чемпионате мира 2018 года полностью его обесценил ну или наоборот открыл глаза тем кто до сих пор питал какие-то иллюзии и наконец-то станислав черчесов признал что не зря его отрестили очень метко чиновник станислав черчесов это тренер сборной россии и эта должность государственной важности государственной он сказал то есть начальник у него отныне известен и начальник говорил чуть раньше до станислава черчесова за несколько дней до него прямая линия станислава черчесова прямая линия с владимиром путиным у льва рубинштейна есть замечательное эссе где он объясняет очень здорово и почему же у нас все хамоватые такие чиновники на местах то что они хотят нравиться начальнику потому что они хотят говорить как начальник вот этими мудрыми афоризмами присказками вот этими витиеватыми речами лить сладкие эти свои речи в уши своим избирателям своему электорату в общем станислав черчесов это чиновник который не должен нам ничего объяснять станислав черчесов отчитывается только перед начальством и старается подражать своему начальству станислав черчесов отвратительный тренер и отвратительный чиновник да не выдержали не выдержали швейцарция не вышла из них сборной греции все-таки вторую подряд серию пенальти выиграть они не смогли хотя начиналось все для них неплохо три подряд плохих удара это конечно просто катастрофа вообще они кстати молодцы учитывая как первый тайм они играли во втором собрались в общем по делу на мой взгляд забили испанцы же в общем не показали то есть зрелищные игры которые мы от них видели двух последних матчей хотя сбились на обычный перекат без особых моментов в общем далеко не лучший матч сборной испании повезло испанцам что они в итоге выиграли конечно я думаю что помимо помогло удаление идиотская фройлера мне кажется что если бы не было это удаление швейцарцы теоретически могли бы их учу удивить и в основное и в дополнительное время ну а так испания выходит в полуфинал в общем мало кто этого ждал наверно после двух первых матчей но в целом можно сказать что сборной испании становится одним из фаворитов евро до шаги до полуфинала дошли понятно что они один из фаворитов как мы и думали швейцарцы потрепали очень сильно испанцев я если честно чуть не уснул в первом тайме я боролся со сном и вот как раз раздумывая над защитой сборной испании я был ближе к всего к сонному состоянию вы видели да испанцы в первом тайме играли как будто четверкой центральных защитников слева не поднимался высоко жорди альба один из лучших атакующих игроков этой сборной испании справа ну сессорос плеку это понятно сессорос плеку это последние годы как раз учился играет в тройке центральных и он такой вот неспесивый защитник и в итоге ватакат страшный ватакат и опять же реминесценция 2018 год матч со сборной россии плей-офф вот это все где мы выстояли а потом хлопнули испанцев в серии пенальти потом все-таки швейцарцы включились и наконец-то начали хорошо посыговать центре поле им нужно было важно было задавить задушить прессингом коки и педри поддержку вот этих аккютантов бускется потому что бускется выключить практически невозможно трех на него вешать и пошли контратаки и испанцы просто сами себе привезли гол чудовый гул очень нелепый ну и потом выяснилось что жара морена спит в одной комнате вероятно на одной кровати с альвара маратой и вот это болезнь передается воздушно-капельным путем как можно снова промахиваться из таких ситуаций даже до марата ушел испании играет хорошо класса она создает моменты но у нее нет решала в атаке это беда сборной испании испания сама себя к этому привела своим испанским футболом и в испании сейчас нет лидера на поле вы мне заметите у италии тоже нет явного лидера но там лидерство передаются эстафетные палочки из линии в линию от игрока к игроку и в каждом матче лидер свой новый у испании все старое все по-прежнему отлично отлаженный механизм и оборонительный и атакующий но никто не может сотворить что-то это разрушить все эти построения организовать хаос и взорвать игру соперника смутить соперника этим поэтому испания и италия я не знаю что это будет но это будет круто итальянцы здорово провели первый тайм хотя если бы не донорума а могли вполне белькильцы забить в контратаках но и мартинос обманул конечно манчини с дуку еще перед матчем со сборной россии читал в бельгийской прессе говорили что вот даку должен играть потому что он очень быстрый он будет лучше чем феррера караско и еще думал кто такой такой на смысле я знал кто это думал наверняка так кто-то пишет может его родственник но я поразился потому что он сегодня конечно де лоренцо проглотил и просто разорвал такого сочетания скорости техники физической силы и правильных решений в таком юном возрасте я честно говоря давно не помню вот поэтому могли забить и итальянцы забив 2 обычные итальянцы вы подсушили успокоили ушли вышли на второй темп еще эти 2 0 достаточно комфортно но пенальти нам изгляд стопроцентный все перевернуло в втором тайме вопрос был только в том раздавит да давит итальянцев футболисты сборной бельгии или все-таки вытерпят итальянцы но вот италия вытерпела если честно бельгия сегодня не очень понравилось на мой взгляд команда сегодня действовала во втором тайме все-таки достаточно однотипно мы критиковали черчесова за забросы на дзюба но в какой-то момент бельгийцы перешли причем еще задолго до того как устало понять в конце всегда идет навал но на длинные забросы перешли мне кажется достаточно рано в целом жаль что сборная бельгии с таким прекрасным поколением все-таки до титула не добралась что касается сборной италии не хватает несмотря на хороший запас на весь матч в контратаке практически ничего не показали втором тайме итальянцы при наличии всех поменяли вроде и должно было как-то освежиться но этого не случилось я думаю что нас ждет крайне непредсказуемый матч с пацами бельгия италия лучший первый тайм на этом чемпионате европы мы увидели три мяча мы увидели мы не увидели центрополя потому что атаки шли вот так 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 и по xg кстати что любопытно бельгийцы перебили итальянцев первом тайме и было заметно что бельгия вот опять же в своей такой а французившийся манере рассчитывает исключительно контратаки шикарно разбегались кемин де бревен и лукаку они как понимали друг друга помните зигзагами так перемещались в этих контратаках и жереми дуку рахим стерлинг бельгийского пошиба один один просто и пенальти совершенно стерлинговский он заработал получил толчок спину уйдя от соперника на скорости и во втором тайме слава тебе господи мы впервые на этом турнире увидели ту самую бельгию бельгию золотого поколения бельгия который умеет душить давить соперника классно владеет мечом туда-сюда его двигает очень быстро кружится головы у защитников но бельгии просто чего-то не хватило бельгии нет не хватило реализации но и где-то они расширились крутую итальянскую связку центральных защитников вот важно было в концовке италии вспомнить кто она на самом деле вспомнить о своих корнях и вот это знание вот это днк ей очень пригодилось выстоять в матче с бельгии вообще у меня есть ощущение что италия чемпионская команда я хотел это брякнуть так нагло после матча с австрией не после группа вот именно после матча с австрией потому что когда они встретили достойное сопротивление они все равно его перебороли они все равно адаптировались но сейчас адаптация вот эта мутация даже сборной италии она завершена окончательно итальянцы готовы ко всем сценариям я не представляю какой сценарий ждать в матче с испании потому что это стилистически очень похожие команды друг на друга и кому придется есть в оборону кому придется потерпеть в обороне кто вынудит соперника посидеть в вороне это вопросы пока без ответа и мы ответ собственно знаем только по ходу матча игрок дня для меня это вратарь сборной испании у на и симон после того чудовищные ошибки которые допустил в матче против хорватов отбить два пенальти пусть не идеально пробитых но он морально задавил швейцарцев и вот этот третий удар в небеса он во многом как раз и объяснялся тем что у на и симон просто-напросто вывел швейцарцев из себя так что молодец с моей точки зрения лучший игрок сегодняшнего дня это джан луиджи донорума его уверенная игра сегодня во многом предопределила то что случилось поэтому если меня спросить осмелюсь сказать там на самом деле у итальянцев можно к елине там выделить но джан луиджи донорума с моей точки зрения лучший футболист игрок дня симон вратарь моей мечты я знаю вы хотите видеть в этой рубрике яна зомера и важное уточнение александр дурский который не может участвовать сегодня в выпуске он прислал свой вариант он за яна зомера и яну зомер мы начисляем один балл но я за уная симона это голкипер сборной испании таким он стал совсем недавно да буквально год его лучи инрики задействует и насколько уверенно уная симон тащил и угадывал эти пенальти а это больная тема для испанцев как они вылетели на прошлом крупном турнире когда у них последний раз был хороший голкипер в серии пенальти когда они вытаскивали серию пенальти но где-то там далеко в 2012 году уная симон заведел уверенностью абсолютно всех в этой отвратительной серии пенальти где все били плохо кроме бускица практически всех промазавший пробили отвратительно вратарского подвига настоящего какого-то сейва на века там не было там было только хладнокровие уверенность и отвага у нас ему мой игре огня дания против чехии все-таки верю в силу датской сборной поставлю на победу датчан со счетом 2-1 хотя она будет тяжелая там суть на уверен что касается англии и украины не верю во вторую подряд сенсацию украинской сборной 2-0 в пользу англии прогнозы на оставшиеся четверть финальные матчи и евро датчане по-хорошему должны проходить в полуфинал и там убивать просто этих скучных занудных англичан и классов все-таки у датчан больше чем у чехов хотя чехи и по прессинговать могут и в контратаке убежать и что-то эдакое предоставить в лице патрика шика и его ударов с любой дистанции абсолютно с любой в общем я думаю датчане испытать некоторые проблемы но соперника запрут штрафной и излитка будет оттуда вылетать выпархивать сборной чехии 21 в пользу дании англия украина вы нас обвиняли в том что мы достаточно хвалим сборную украину так вот мне кажется мы и ухвалили достаточно потому что украина это очень отважно это смелая команда и они забрались высоко и будь на их пути ну тоже разнузданная сборная которая еще своим стилем не определилась я бы украинцев поверил и в четверть финале но сейчас им будет против противостоять англия и боюсь что англичане за счет безумного класса за счет шикарно выстроенной обороны просто украинцам ничего не дадут сделать 3-0 разгром сборной украины исполнить сборной англии я буду очень рад ошибаться дания чехия 21 в пользу датчан англия украина 21 в пользу англичан хотя мне очень бы хотелось посмотреть как англичане отыгрываются мне прям интересно насколько у них это получается и будет ли получаться вообще украина 21 в пользу датчан англичане украина 21 в пользу датчан англичане